МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии КТВ Напеного. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Опасная и трудная работа, профессиональный праздник, отметили сотрудники МЧС. Будьте внимательны о самых распространенных схемах мошенничества, рассказал начальник Саровского УВД. Поющий смычок воспитанниц музыкальной школы стали лауреатами областного конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. Главный результат работы МЧС – сотни тысяч спасенных жизней. Профессиональный праздник российские спасатели отметили 27 декабря. В этом году ведомству исполнилось 30 лет. Первые лица города и ядерного центра поздравили саровских сотрудников МЧС и вручили лучшим почетные грамоты. Вячеслав Лапшин в пожарной охране работает с 2001 года. О выборе профессии мужчина ни разу не пожалел, несмотря на то, что романтики в работе мало. Она требует физической и моральной подготовки. К сложному, порой экстремальному режиму до конца привыкнуть невозможно, говорит Вячеслав. В чрезвычайных ситуациях, когда нужно спасти человека, оперативно и грамотно выполнить необходимые действия, важную роль играет взаимовыручка. Самое главное – это надежное плечо товарищей, потому что мы друг другу порой в своей жизни веряем. И это самое главное в нашей работе – уверенность, товарищи, сотрудники и сплоченность. Специальные подразделения Федеральной пожарной службы ежедневно охраняют особо важные режимные организации, следят за безопасностью в закрытых городах. Сотрудники МЧС тушат пожары, проводят аварийно-спасательные операции, организовывают профилактические мероприятия. Глава Сарова и представители ядерного центра отметили важность работы пожарной части номер 7. Мы видим грамотный, вовлеченный личный состав. Мы видим силы и средства, которые могут решить все задачи. Хотелось бы, чтобы они были на учебном уровне решались. Мы видим грамотных командиров. В общем, все то, что заточено под нашу деятельность, под деятельность Российского федерального ядерного центра. Первые лица города поздравили спасателей с 30-летием МЧС. Лучшим и инициативным служащим вручили почетные грамоты. Более 300 тысяч человек записалось на вакцинацию российским спутником ВИФ в столице Аргентины. За три дня до Нового года там стартовала прививочная кампания против коронавируса. В первую очередь планируют привить медиков, работающих в отделениях интенсивной терапии. Государство ожидает поставки нескольких миллионов доз российской вакцины в январе и феврале, чтобы привить всех медиков, людей старше 60 лет и сотрудников служб безопасности. Прививки будут делать исключительно на добровольной основе. В России за сутки зарегистрировали чуть более 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. 497 из них живут в Нижегородской области. В Сарове суточный прирост заболеваемости снизился до 135. В Нижегородской области действует особый противопожарный режим. С 25 декабря по 10 января запрещено использовать открытый огонь, факелы, свечи, фейерверки на объектах общепита, отдыха, местах массового пребывания людей или в культурно-развлекательных учреждениях. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 11 января нижегородские школьники вернутся в школы. Обучение продолжится в вочном формате. Об этом сообщил министр образования, молодежной политики и науки Нижегородской области Сергей Злобин в Инстаграме. Как пояснил министр, исключение составит школы, которые находятся на карантине по предписанию Роспотребнадзора. Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. Теплая погода ждет жителей Нижегородской области в начале новогодних каникул. В первых числах января температура в дневные часы приблизится к нулю. Ночью столбик термометра будет опускаться до минус 5 градусов Цельсия. С 4 по 8 января в Нижегородской области ожидается похолодание. С 7 по 10 января в Сарове пройдет пятый фестиваль домашних рождественских вертепов «Ясельки». Часть мероприятий пройдет онлайн. Зрителям покажут самые разнообразные домашние рождественские представления, которые за эти годы были подготовлены членами православного творческого объединения «Мир» и его друзьями. Также в православном культурно-просветительском центре на проспекте Мира-50 будет организована выставка и смотр уличных декоративных вертепов. Вместо оплаченного товара в посылке мятая бумага – это результат покупки на непроверенных сайтах и у недобросовестных продавцов. В праздники мошенники особенно активны. В предновогодней суете покупатель торопится приобрести подарки близким и зачастую становится жертвами злоумышленников. В предпраздничной суматохе саровчане потеряли бдительность и чаще обычного стали попадаться в руки мошенников. Выбирая подарки для родных и близких, многие хотят сэкономить. Заказывают товары на незнакомых сайтах, где им обещают большую скидку. В 99% случаев это мошенники. Таким образом заманивают граждан для того, чтобы они приобрели эти товары, но взамен либо присылают товары несоответствующего качества, либо вообще не присылают товар, сайт перестает существовать, денежные средства граждане возвращаются. На крючок злоумышленников можно попасть и на популярных платформах вроде Авито, где товары продают по принципу из рук в руки. В середине декабря саровчанка заказала двух игрушечных роботов, оплатила покупку полностью. При получении посылки на почте нашла в коробке лишь шапку и бумагу. Поступают звонки ежедневно, наверное, сотрудниками банков, которые представляют сотрудниками лжебанков, которые под различными предлогами пытаются получить у граждан сведения о банковских картах. Граждане сообщают свои персональные данные, кроме этого данные своих карт и СВР-коды, которые расположены на обратной стороне. В результате со счета обманутого собеседника мошенники списывают деньги, либо совершают покупки по карте. Жертвой афериста стала пенсионерка, которая доверилась другу по переписке на сайте знакомств. Познакомилась с американцем, который проживает за рубежом. В настоящее время территориально находится на территории Республики Афганистан. Бывший военный. Завязалась переписка, в ходе которой он ей сообщил, что готов переехать на постоянное место жительства в Российскую Федерацию и имеет определенные денежные накопления и готов их прислать данной гражданке на временное хранение. Мошенник якобы отправил 1 миллион 700 тысяч долларов. Позже с женщиной созвонился его сообщник, сказал, что посылка на границе с Россией и уговорил саровчанку перевести таможенную пошлину в размере 1 миллиона 550 тысяч рублей. Обман пенсионерка раскрыла лишь после того, как мошенники попросили еще 4 миллиона. Чтобы во время новогодних праздников не лишиться денег, полицейские напоминают, что заказывать товары лучше в официальных и проверенных интернет-магазинах. В случае звонков из банков, контролирующих организаций, попавших в беду родственников, перепроверяйте информацию, прежде чем переводить средства. В любой подозрительной ситуации круглосуточно можно позвонить по номеру 02 или 112. Воспитанницы детской музыкальной школы имени Балакирева стали призерами 20-го областного фестиваля конкурса «Поющий смычок». В фестивале приняли участие лучшие юные скрипачи и виолончелисты области. Подопечные Надежды Логутиной получили дипломы 2-й и 3-й степени. Подробности смотрите в следующем репортаже. Под стать своему названию скрипка – это капризный и сложный инструмент. Чтобы ее покорять, требуется любовь к музыке, полные самоотдачи и, конечно, годы занятий. Но результат того стоит. Воспитанницы детской музыкальной школы имени Балакирева Мария Панина Софья Деркач и Дарья Синицкая стали лауреатами юбилейного 20-го фестиваля «Поющий смычок». Как и большинство других творческих конкурсов в этом году, он прошел в онлайне. Девочки отправили на суд жюри несколько записей. Важно было показать не только мастерство исполнения, но и артистизм. Бывают дети, которые, ну, скрипачи, которые честно все отыгрывают. Ты понимаешь, что он все правильно делает, что он молодец, большой молодец. Но слушать неинтересно. А бывает человек, который несет свою энергию просто со сцены. Вот это артистизм и есть. Маша Панина занимается в музыкальной школе 5 лет. Для конкурса с подсказки преподавателя выбрала яркую и заводную композицию сувенир для Сарасаты Уильяма Подстока. По словам девочки, за игрой она представляла себе теплый испанский вечер, наполненный танцами и весельем, и постаралась поделиться этими эмоциями. Маша признается, что для нее музыка не просто хобби, а возможность проявить себя, сказать то, что не передашь словами. У меня все любимое. То, что я делаю, мне все нравится. Можно в музыке выразить все свои чувства и показать все себя. Звание лауреата другой воспитанницы детской музыкальной школы имени Балакирева Софья Деркач принес обертаз польского композитора Генрика Винявского. Девушка блестяще исполнила сложное произведение, но считает, что ей еще есть куда расти. Я тот человек, который больше играет технически. Артистизма мне не хватает. Из-за этого у меня как раз третье место, но я над этим работаю. Я стараюсь все-таки больше вкладываться, не так сильно стараться. Сонату Генделя номер четыре Дарья Синицкая, как и ее подруги, тоже выбрала с подсказки преподавателя, но об этом ничуть не жалеет. Девушка говорит, что эта композиция очень близка и по духу. На сцене Дарья всегда стремится безупречно исполнить свою партию, но даже после восьми лет занятий достичь этого бывает непросто. Я стараюсь ни о чем не думать, чтобы не возникали лишние мысли, пока я играю композицию, думаю только о ноту, хотя этого делать не нужно. А что нужно? Нужно носить свои мысли до публики, чтобы они поняли, что ты хочешь выразить в своем произведении. Кроме девушек, диплом фестиваля «Поющий смычок» получила и сотрудница детской музыкальной школы Лариса Пиковская. Ее назвали лучшим концертмейстером конкурса. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Бродилки реальные и виртуальные. Детская библиотека имени Пушкина приглашает юных читателей принять участие в интерактивной игре. На Герцена 13А их ждут сказочные персонажи и главный новогодний волшебник Дед Мороз. Чтобы получить приз, нужно ответить на вопросы викторины. Поиграть в бродилки можно в самой библиотеке или на официальном сайте. Еще есть шанс заглянуть в сказку. В детской библиотеке имени Пушкина заканчиваются новогодние бродилки. Это игра, в которую активно включились не только дети, но и взрослые. И мы решили, что вот такой формат новогодних бродилок позволит нам не только в библиотеке, но еще и онлайн действительно интересно перед Новым годом пообщаться с нашими читателями для того, чтобы создать друг другу отличное настроение, поделиться какими-то яркими эмоциями, впечатлениями, зарядиться здоровьем, которое нам всем очень необходимо. Новогодние бродилки – это сказка. В канун праздника, придя в библиотеку, читатели могут встретить сказочных персонажей, которые облюбовали каждый уголочек детской библиотеки и приготовили для гостей разные интересные сюрпризы. Во время увлекательного путешествия здесь можно повстречать и главного новогоднего волшебника – Деда Мороза. На самом деле у нас существует давнишняя традиция, что перед Новым годом Дед Мороз всегда приходит в библиотеку и встречается с нашими читателями. В этом году мы решили не нарушать эту традицию и даже скажу чуть больше, что нашим читателям достанется от Деда Мороза даже чуть больше внимания, чем это было раньше, в предыдущие годы. Для тех, кто не может прийти в библиотеку, но мечтает побывать в волшебном мире, сотрудники предлагают путешествовать виртуально и общаться со сказочными персонажами в онлайн-формате. Мы понимаем, что не все сейчас ребята-взрослые могут дойти до библиотеки, поэтому они идут параллельно и в библиотеке, и на сайте нашей библиотеки. Те же самые сказочные персонажи, которые встречают наших читателей в библиотеке, они присутствуют точно так же и на сайте нашей библиотеки, только обращаются уже к нашим читателям с помощью современных технологий. Гости из сказок пробудут в библиотеке до 30 декабря, а значит времени познакомиться с ними все меньше. Анна Пилипес, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Конкурс «Елка-фест» вышел на финишную прямую. Целую неделю канал 16 знакомил саровчан с его участниками. Предприниматели города креативно подошли к оформлению фасадов и входных групп своих организаций, офисов, магазинов. Использовали для этого традиционные новогодние украшения и свою фантазию. Провести выходные в приятной обстановке, отдохнуть от суеты и мысленно очутиться в домике в горах. Уютный камин, разноцветные игрушки и расслабляющий свет создают в гостинице Саров волшебное настроение. На входе сотрудники развесили для посетителей сияющие гирлянды. В холлах на первом и втором этажах установили нарядные ели. Пусть тысячи ярких огней, освещающих нашу гостиницу, подарят вам не только любовь, но и новогоднее настроение, окунут в волшебство разноцветных красок. Наши двери всегда для вас открыты. С удовольствием ждем вас в гости. Для посетителей гостиница предоставляет большой выбор номеров разной категории – стандарт, бизнес, люкс и полулюкс. Здесь каждая деталь интерьера погружает в романтичную атмосферу праздника. Пусть в новом году сбудутся все ваши самые-самые заветные желания. Пусть в вашем доме всегда будет душевный покой и достаток. От всей души наш коллектив спешит вас поздравить с Новым годом! Первый магазин сырной лавки открылся в Сарове всего год назад и уже завоевал любовь и доверие горожан. Качественная продукция из натурального молока без добавления растительных жиров и белков. Также здесь можно найти мясные полуфабрикаты, вкусные торты и пирожные и новинка этой осени – икра и рыбы с Дальнего Востока. К празднику магазин преобразился. Всеми вечерами долгими мы старались произвести хорошее впечатление на наших покупателей. Приходя в наш магазин, можно уловить атмосферу, домашнюю атмосферу, уютную атмосферу, теплую атмосферу. Доброжелательность нашего коллектива тоже неоценима. Изюминкой новогоднего украшения магазина стал камин, который сотрудники смастерили сами из обычных коробок. Я хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом. Хочу пожелать благополучия, здоровья, добра, счастья. Верьте в чудеса, ведь они на самом деле сбываются. Ну а мы своим дружным коллективом постараемся помочь вам встретить Новый Год вкусно и полезно. Приходите к нам в магазин «Сырная лавка» и будьте здоровы. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.